Здарова, дружище! Сегодня мы с тобой посмотрим альтернативная история Майнкрафта. Это RG, то есть типа Харарец, страшная или стрёмная, криповая интернет-история касательно Майнкрафта от ZIDA. Вот, поехали. Старые версии Майнкрафта. О, да. Думаю, у всех они вызывают разные чувства. Но все сходятся в том, что это была практически другая игра. Лагает у него, если что не у меня. И несмотря на скудные возможности тех версий, они давали какое-то особое чувство неизвестности. Сейчас же Майнкрафт идёт своим другим путём. Но некоторые люди всё ещё верны тем самым старым версиям. Но что если я вам скажу, что многие версии были бесследно утеряны? Серьёзно? До сих пор появляются истории про загадочные потерянные версии. Стоп, были какие-то дополнительные секретные версии, которых мы с тобой не видели? На самом деле мне больше нравится, наверное, старый Майнкрафт. Это не популярное мнение, я понимаю, что ты со мной не согласишься, но... Старый Майнкрафт какой-то душевный был. Не знаю, может это ностальгия просто. И вероятно, этот фактор являлся началом одного из самых необычных веб-сериалов. Повествующий о потерянных версиях Майнкрафта. Кайф. Итак, 1 августа 2021 года. Видео... Блин, Зит, родной, не мог бы ты побыстрее как-нибудь говорить? Паузы слишком большие. Видос на 16 минут, если вырезать паузы, я думаю, будет на 10. О, тут, кстати, добавили YouTube вот эту штуку, где что просматривают. Под названием «Точка отчёта». По описанию оно происходит в 2010 году. И там же игрок рассказывает историю встречи с кем-то, называемым просто он. Самое важное, что можно выделить из этого видео, так то, что все события, происходящие на этом канале, непременно связаны с этим роликом. Итак, в ролике игрок, чьё имя неизвестно, показывает свой дом в альфа-версии Майнкрафта. И это та самая версия, о которой говорилось в «Легенде Херабринь». Но вскоре игрок решает пойти по мосту на другой остров, где он и встречает его. Из-за плохого качества сложно разглядеть скин, но, по крайней мере, можно заметить очертание никнейма, который нам говорит, что это, вероятно, игрок. А наш игрок открывает переписку в скайпе. Там он... Ой, мне так нравится, когда вот это вот делают, когда добавляют разные переписки, когда добавляют именно историю в это всё. Это так круто, за этим так интересно наблюдать. Говорит, я бы об этом не шутил. Чувак, не знаю, звучит, будто ты херню несёшь. Чувак, я видел его. Эээ, чего? Вещь в моём Майнкрафте. Я тебе говорю. Что подтверждается следующими словами. Чувак, я видел его. Ту штуку в Майнкрафте. Я тебе отвечаю. Пришли-ка, скриншот. Как? Нажми на кнопку скрин, а потом контрол его сюда. Но именно в тот момент, когда игрок пытается сделать скриншот, он пропадает. Последнее, что успевает написать игрок, он пропал. Видео под названием «Первая версия». Elder Scrolls Oblivion. Ёб, ёбин-бобин. Я просто это вижу у меня. На меня волна просто ностальгии падает. Описание гласит. Ты не верил, что у меня есть эта версия? Ну вот она. В самом видео игрок запускает странную версию. Альфа 1.0.16.0.5.0.1. Что тогда, да и сейчас просто не существует. Но в один момент, когда игрок гуляет по этой версии, она почему-то зависает. И потом он снова открывает переписку, где пишет, что отошлет видео с этой версии позже. На этом видео обрывается. Следующее видео называется «Поиск». На нем два игрока, находящиеся на Альфе 1.0.17, что если не ошибаюсь, считается потерянной, находится на той самой карте из первого видео. И вероятно, это... Блин, я вот смотрю, у меня прям, знаешь, вот опять же, приятное ощущение в душе, во-первых, от этого просмотра. Во-вторых, мне очень, очень, очень интересно, что произойдет, что придумают авторы в этой истории. Знакомый нам Джозеф и Лорд Файлов. В один момент игрок открывает чат, и мы можем увидеть переписку игрока и Джозефа. В переписке можно понять, что они отправились искать это существо вместе. Но Джозеф хочет сдаться и бросить все это дело. Но наш игрок его подбадривает и пытается уговорить попробовать найти это существо другим способом. Этим способом было уменьшение прорисовки. Но оно не приносит плоды, и сервер закрывается. Но в конце игрок спрашивает, закрыл ли Джозеф сервер? И на этом видео обрывается. Третья версия. То есть все, что произошло, они походили-походили, не нашли чувака, он закрыл сервер, все, конец. Такая бесполезная серия. Видео, где мы снова перемещаемся в ту самую странную Альфу, с длинным названием. Но теперь с тройкой на конце. В ней уже можно заметить измененные текстуры. И сначала ролик вообще кажется переходным. Пока в конце видео не появляется сообщение, что кто-то присоединился к игре. Видимо, игрока это пугает, и он выходит из игры. Пятая версия. Так а чё ты скриншот не сделал, дядя? В этом видео игрок снова гуляет на той самой карте и версии. Только теперь она оканчивается на пять. В видео игрок гуляет по карте и заходит в пещеру, и добывает какую-то белую руду. Он возвращается домой, но в доме... Белой же руды нету, да? А, ну а это алмазы. ...появляются белые двери, которые по поведению игрока там не должны были быть. Решив обойти дом, игра начинает лагать. И когда этот лаг проходит, двери куда-то пропадают. На этом видео обрывается. Интересно то, что игрок называет их не просто железными, а конкретно белыми дверьми. Которые, кстати, ещё сыграет не последнюю роль в этой истории. Там голос есть? Блин, вот Зид, родной. Не совсем понятно, что именно происходит, потому что было бы хорошо, может быть, показывать больше из игры. То есть он их называет. Где он их называет? Это надо было бы показать, потому что у меня лично вопрос. В этой странной версии теперь играет два знакомых нам игрока. А к номеру добавилась приписка тест-мультиплеера. В самом видео они строят лестницу к дому наверх. А ещё поменялись текстуры травы. В конце видео Джозеф куда-то пропадает, а игра вылетает. Но это не самое главное. В описании написано следующее. Мы нашли ещё двух людей, кто тоже помнил эту версию. Однако мы всё ещё ждём того игрока из видео. И тут можно понять, что автор канала не кто-то из тех друзей, а вообще неизвестный нам персонаж, кто занимается расследованием этих странных версий. Сиди... А, то есть чувак, который выложил все эти видео, это не эти ребята, а просто рандомное третье лицо. Понял. Название версии всё по той же схеме. Но в начале видео можно заметить браузер со страницы этой версии, где можно увидеть, что она располагается на официальном сайсе игры. И это очень странно. И стоит отметить, что главный герой этого видео не тот игрок из прошлых, а вообще кто-то другой. Итак, игрок показывает свой дом, пещеру, и сначала всё нормально. Пока в его дом не прилетает какой-то никнейм, названный абстракция. И самое странное, что эта абстракция написала игроку. И тот, испугавшись, выходит из... А что, что, что он написал? Что эта абстракция написала... Боже, видишь, видишь, прикольно. Тут много людей вернулись обратно. Один предупреждён, а теперь два. Почему? А, одного я предупредил, а теперь второй пришёл. Почему? Какой? И тот, испугавшись, выходит из игры. Следующее видео не несёт в себе особого смысла. И в какой-то мере является шуточным. Но оно всё равно станет удочкой на будущее. Попытки запустить это сегодня. В видео, где, вероятно, главным героем становится автор канала. А по дискорду и дате переписки, можно понять, что это происходит параллельно с выходом роликов. И у него получается это запустить. И мы видим уже 11-ю версию. То есть, в это же время автор игры, который в наше время, не в прошлом, он действительно пытается запустить ту же самую взломанную версию, в которой находится вот это какое-то чудо. Много походив по карте, игрок находит странную железную дверь, при взгляде на которую частота кадров сильно уменьшается. И появляется сильная нагрузка на процессор. Что за дверью, мы скоро узнаем. А пока гуляя по карте, игра вылетает с ошибкой, в которой сказано, не удалось подключиться к серверу. После чего он пишет, что у него получилось её запустить. Но в диалог вступает третий человек, который пишет, что игра просто не могла запуститься, так как она не подключена к серверу, а сервер был потерян. На этом видео прывается. Десятая версия. Снова возвращаемся в 2010 год. И это та же карта, что была и в первых видео. Угу. В начале видео можно заметить... Тут даже мне говорить ничего не хочется, пока что комментировать нечего, так много, да? Я хочу именно с тобой в этом всём разобраться. ...переписку, где Джозеф говорит, что его волнуют эти случайно появляющиеся двери. И он говорит игроку попробовать их открыть и пройти через неё. И по-видимому, именно поэтому игрок запустил запись. Он выходит из дома и подходит к той двери, после чего открывает её. И появляется надпись «Присоединение к хабу». И он оказывается в каком-то странном измерении, где он встречает ещё одного игрока. И по-видимому, тот игрок тоже попал сюда через дверь. В конце наш игрок выходит из двери и оказывается в совершенно другом мире. На этом видео заканчивает. А версия та же, подожди. Да, версия та же. ...с помощью которой можно перемещаться... Тут мы видим запись тестирования... Сориан, 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 сориан. ...но это лишь теория. ...карты в одну сеть, все эти двери, это порталы в некое измерение, соединяющие все карты в одну сеть и с помощью которой можно перемещаться по мирам, но это лишь теория. Вторая часть внутренней записи. Тут мы видим запись тестирования того измерения, записанной, по-видимому, кем-то из разработчиков. Ничего в этом видео особо важного нет. Разве что теперь мы знаем, что это все было задумано разработчиками изначально. Итак, мы наконец дошли до девелопер превью. Первое видео, где нам впервые дают ссылку на скачивание этой версии. По сути, это видео является трейлером, но в нем присутствуют графические ошибки. Но почему это? В смысле, то есть здесь, то есть реально есть ссылка на скачивание этой игры в реальности? Не там, пока не особо ясно. Неизвестная версия. Здесь игрок находится на версии без четкого наименования, и это видео записано явно пока нам неизвестным персонажем. Возможно, просто случайным игроком. И в этом видео практически все необычно. Игрок вообще практически никак не реагирует на странности вокруг себя. Например, в начале видео почему-то быстро открываются двери. Но он даже не выходит из инвентаря, чтобы взглянуть на это. А позже, когда он встречается со странным объектом, записывающим его действия, он просто смотрит и проходит мимо. К тому же, в некоторых местах, если хорошо присмотреться, можно найти уже знакомую нам черную фигуру. Чего? Где? Ха-ха! Все пересмотрят эту поверхность. Вон она, вон она, вон она сверху. Стоит, смотрит. Хорошо присмотреться, можно найти уже знакомую нам черную фигуру. Но тут она стоит в тех местах, где её и правда трудно заметить Плюс к этому указывается, что даже по сюжету этого ARG Этой версии не было Так как производство таких версий закончилось на 13 И тут сложно дать чёткий ответ То ли это видео записано одним из разработчиков То ли кем-то, кто знает больше остальных В общем, очень странное видео То есть этой версии вообще быть не должно И её нету даже в пределах самой истории Оставляющая после себя много вопросов Следующее видео тоже является трейлером к другой версии Но в отличие от других, при её запуске она потребует код И в описании автор намекает, что спрятал код И надеется, что люди заметят, что он спрятал в первом трейлере И вероятно, этот код как-то связан с теми графическими ошибками Или что-то в этом роде И я не особо понял, где и как он спрятан Поэтому это я оставляю вам на изучение Итак То есть мы с тобой реально можем понять, как всё это работает И поучаствовать в этом всём ARG То есть он ещё не закончен Вся эта история не закончена Ты можешь пойти по ссылкам Там ссылки в описании есть Ссылка на канал Да, слышь Нужен код, напишите на почту Это реально? Альтернативный способ получить код Должна получить старая версия без кода Та, которая требует код История Сервер клиента Реально в этом можешь поучаствовать Это... Ёбин-бобин И эта штука продолжает работать сейчас Это вся история Все эти видосы Вовку парень играет, кстати, моё уважение Это... ARG-шечка, которая идёт в данный конкретный момент И люди участвуют в этом Обсуждают в комментах Ё-моё Это для тебя шанс Если у тебя есть желание Поучаствовать в чём-то интересном Видео под названием Тест детали В нём уже разработчик Что можно увидеть по нику слева-снизу Гуляет по последней нам известной версии Но больше В этом видео ничего нет Разве что опять эти странные обрезки Время от времени И вот третья запись разработки Где разработчик Показывает нам зимний биом на 13-й версии И вот что странно Во время всего видео К нему присоединяются какие-то люди Которых очень много Даже сам он Не знает что это И спрашивает у них Что тут вообще происходит Но потом он отправляется в хаб Где вместе с другим разработчиком Гуляет по нему И странно Что даже когда они вышли из него Играла напрягающая музыка А в описании к этому видео Был предложен скриншот С риской изменений этой версии И больше в этом видео Ничего нет 13-я версия То есть получается Я так пытаюсь выкупить Если то Есть некий хаб В который люди могут попадать Из разных серверов Из разных типа миров Из разных типа вселенных Могут туда попадать И как-то соединяться И играть Мне кажется Такое действительно могли сделать В Майнкрафте То есть Выглядит действительно реалистично Сделанное вероятно Тем самым игроком С ником Лордфайлов Видео было показано Боссфайт С гигантом Названным этими символами Которые появляются Время от времени на экране Возможно Они тоже что-то обозначают Гигант Но пока А может это кот? Не ясно Презентация По описанию Это видео должно было быть Презентацией на Е3 Но потом Что-то случилось И создание этих версий прекратили И кстати Во время всего видео Возникают графические ошибки Хотя по идее Это видео должно быть Доведено до идеала Но в конце К игре присоединяется К некий Орбл Разработчик спрашивает у него Что он тут делает А он Ему отвечает Очень странным сообщением Я думал Я думал я сказал Он не может Использовать мой мир В конце игрок Выходит в меню И на этом видео Обрывается И вот мы добрались До последнего ролика На его канале С названием Я думаю я сказал Ноль не может Использовать мой мир Он представляет собой Записи изучений игроков Со странностями в этой версии И сначала все Относительно нормально Пока не появляется надпись Хочу посмотреть Как вы объясните это И на экране появляется История О некой структуре Найденной Майнкрафт Покет Эдишн Каким-то ребенком Автор истории пишет Что он думает Что это было добавлено С каким-то недавним обновлением Но подмечает Что последняя версия В которую он играл Была альфа версия И стоит заметить Что дата этого поста 15-й год А позже Появляется скриншот Сделанный на той самой Альфа версии С той же самой структурой На этом Видео заканчивается Людей так удивляет Какие-то структуры Которые появляются здесь Но самые интересные Находятся в описании А именно Ссылка на скачивание Той самой 13-й версии В которую теперь можно зайти Но при входе в игру У вас появится окно Ввода некого ключа Ага Ключ можно получить Если написать Ну так вот это вот Все мне кажется Есть коды какие-то Вот это наберки на код Так опять ложную почту Свой никнейм После чего вам будет Выслан код активации Но вот что конкретно Находится в этой версии До сих пор Не особо известно И вот так мы дошли Из ARG сериала В полноценную фанатскую версию Прислан код Что кстати сделано Что кстати сделано На базе настоящих Альфа версий Но что касаемо сюжета Тут все интересней В 2010-х годах Один игрок встречает Странную черную фигуру И пишет своему другу Спрашивая Что это вообще такое Друг же ему не верит И просит сделать видео Дальше идут события Видео Точка отчета Но после встречи Они начинают находить Странные версии На которых они играли И пытались снова найти Как эта корова чувствует Ё-моё Сами эти версии Отличались друг от другом тем Что они были связаны И являлись таким Большим сервером Поэтому теория Что черная фигура Это игрок Вполне вероятна Итак Разработка шла Своим чередом То есть получается Вот эта черная фигура Это не хера брина Это не какая-то Ебак и страшная Это ничего такого Это именно хаб Которая соединяет Игроков с другими мирами В которых они могут входить И вот эта черная фигура Это другой человек Который зашел И вышел через дверь Пока что-то не случилось Из-за чего все упоминания Этих версий Были стерты из интернета Пока в 2021 году Когда какой-то игрок Находит записи Тех друзей И решает их выложить На ютуб Где возникает целое сообщество По поиску этих версий И они ее нашли И 13 версия Была загружена В общий доступ А что будет дальше Вероятно Зависит только от вас Ведь это одно из немногих АРГ Что реально контактирует с нами Обычными обывателями интернета Было проделано Столько работы Над этим проектом И я надеюсь Что создатели получат то Что они действительно Заслуживают Что в комментах Я не спецнесвыхал Что в Майнкрафте Хотели создать хаб Переходник по мирам Майнкрафта Чтобы некоторые игры Могли переходить друг к другу Да-да-да Выглядит как то Что реально могли сделать Посмотрел все видео Шедевр Согласен Напомнил комедию Дом с паранормальными явлениями А, да Когда Здесь херня происходит И чувак не обращает Ничего на них Внимание Перешел по ссылке Скачал версию Требует код Автор знал Что Java Декомпилится На раз два Поэтому Назвал Функцию проверки Кода Довольно легко Это обойти Но не надо Этого делать Программисты Могут быть тапками Код состоит Из сорока трех символов Из кода Удаляются все тире Еба Тут чувак Сделал Лень делать все обратно Короче говоря Если кто-то хочет сделать Он может это попробовать сделать И открыть код Я понял Чувак короче написал Как все это сделать И после этого сказал Мне лень это делать Сами сделайте Окей Окей Если это Альтернативная реальность С другим развитием Майнкрафта Можно предположить Что тот странный Черный игрок Из нашей вселенной Ааа Подожди Типа Он намекает на то Что если В видео Показано Альтернативная вселенная В которой Майнкрафт Пошел по другому пути То это Другая вселенная Разраб данной игры Создал хаб Связал разные Миры игроков Чтоб могли Друг другу ходить Ролик из вселенной Проник в наш Ютуб Это значит Что хаб Не только соединяет Игровые миры Но и миры Из других вселенных Но звучит Прохладно На самом деле Но Выглядит клево Выглядит Классно Мне очень нравится Я очень рад Вещам Которые еще И не завершены То есть Мы можем с тобой В этом поучаствовать Если хочем Хочем Хотим Андрюха Ты что такое Так что попробуй Посмотри Пощупай Мне понравилось Мне было классно Мне было прям вот Мистически Загадышно Когда я смотрел Этот видос Я надеюсь Тебе тоже было интересно Напиши в комментариях Что ты думаешь Можешь зайти на оригинал Посмотреть Перейти по ссылочке А пока на это все Всем пока До скорого родной Удачи